привет друзья вы на канале китай сити и с вами я его ведущий владимир в прошлых видео мы с вами распаковывали вот этот usb хаб на 4 гнезда usb 3.0 но попользовавшись им небольшое время я понял что для меня он немножечко не подходит так как тут всего четыре гнезда и хотелось бы немножечко побольше например сюда если воткнуть внешний жесткий диск мышку флешку телефон то есть еще какое-то устройство нужно будет воткнуть то уже нету свободного гнезда поэтому для страховки я заказал себе еще один usb хаб но уже немножечко побольше размерами давайте мы приступим к распаковке вот эту посылку мы сегодня с вами будем распаковывать она пришла с торговой площадки алиэкспресс примерно за месяц и трек номер отслеживался usb хаб тут немножечко так сказать не дешевый но внешний дизайн должен быть красивый функционал не должен подкачать разрезаем посылку вот так вот плотно умотан этот usb хаб последнее время я прошу продавца чтобы они получше заматывали запаковывали посылки поэтому продавцы сейчас стараются на ура смотрите как плотно в пупырку умотана еще полностью замотана скотчем чтобы вообще не никаких повреждений не получилось разрезаем скотч осторожненько как его достать я не знаю давайте так вот так запаковано на 10 баллов это даже слов нет так уберем мусор так сам есть бы хаб вот такой вот запакован пакет достанем его из пакета и вот как выглядит usb хаб не снимающийся толстый usb кабель usb 3.0 сверху имеется раз два три 4 5 6 7 7 гнезд для подключения разных гаджетов каждое гнездо включается отдельной кнопочкой включается выключается что очень удобно например если тут стоит жесткий диск он нам не нужен мы его так вот чтобы не выдергивать постоянно включать туда-сюда мы кнопочку включили работает выключили не работает очень удобно и также имеется одно гнездо usb 2.0 как бы сказать привет из прошлого века мелочь но приятно пускай будет запас как говорится всегда полезен и также имеется разъем для подключения блока питания на 5 вольт блок питания здесь нужен для того чтобы снизить нагрузку на usb порт которому мы будем подключать этот usb хаб так как допустим если будет работать одновременно несколько устройств то будет потребляться много энергии и есть вероятность того что usb гнездо может выйти из строя подключил блок питания мы тем самым обезопасим себя от перегорания usb порта но можно пользоваться и без блока питания я же буду пользоваться с блоком питания внешний usb хаб очень красивый такой приятный блестящий пластик давайте сравним два usb хаба вот так вот на четырех гнездовом кабель включается отключается можно его отключать тоже кабель не отключается у этого пластик матовый тут блестящие тут даже вот он красивее смотрится и нету usb 2.0 тут же вот дополнительно гнездышко всунули также в случае чего он ремонта можно разобрать его этот же usb хаб он не разборной но наверное он как-то на защелках разбирать usb хаб мы с вами не будем так как он новый ничего в нем не поломанное я не вижу смысла ремонтировать давайте его включим посмотрим как он работает вот загорелась сразу четыре гнезда отключить а как она отключается зажатием кнопки выключается нажатием включается включается легко кнопки прикольные приятные кстати думаю если открутить вот эти четыре болта снять крышку просверлить не две дырочки для того чтобы подвесить usb хаб на стену было бы довольно таки удобно чтобы он так вот не болтался так по всему столу где-нибудь в определенном месте вот так вот на стене висел удобная штука вообще обалденно в покупке я довольна он как раз вот 7 гнезд думал для меня будет самый раз и так я сделал камеру поближе чтобы можно было более детально его рассмотреть цвета яркие кнопки вообще четкие включается выключается очень легко единственный недостаток то что на вот этом пластиковом корпусе видны отпечатки пальцев но это не критично вот этот usb хаб мне нравится больше чем вот это тут на 4 гнезда но как говорится на вкус и цвет товарищей нет кому нравится на 4 покупают на 4 кому на 7 тут на 7 в моем случае конечно же на 7 ссылки на оба usb хаба я оставлю в описании под видео но на этом наш видео обзор подошел к концу всем кому понравилось видео или было но чем-то полезным то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал с вами был владимир до новых встреч пока пока удачи